Друзья, всем доброго дня! С вами Минавит Онлайн, Алена Васильева. И у нас сегодня в гостях человек, который мне очень приятен, которого я ждала. Это Ян Мельников, человек, которому известно, что такое русский мир очень давно, белорус. Ютуб-канал и телеграм-канал многим нашим подписчикам известны «Партизан». Ян, добрый вечер! Вечер добрый, всем привет! Ян, я знаю, что вы 8 лет в Украине. Как это произошло и как вы решили сюда приехать? И как связалась жизнь дальше? Ну-ка, как она связалась с Украиной на все 8 лет? Так, ну, потрапил я в Украину 23-го студента 2014 года. За день договора 22-го студента были забиты Сергей Нигоянд и Михаил Жизневский. Михаил Жизневский, наш ученик, белорус, зовут Мельчина. Когда я про это доведусь, я пришел с працы, тата мой отсочивал. Мы весь час отсочивали западеями, которые разгортывались на Майдане, отсочивали ситуацию в режиме онлайн, про телебачение, которое было на Майдане. И вот 22-го я пришел с працы. Тата говорит, что есть уже двое забитых на Майдане, среди наших учеников. Я ночью сядел, думал, перед компьютером отсочивал новины, бачил, как там отбываются какие-то идеи. И по той информации, яка доносилась с крынец информации, там, украинских, киевских. И по таздымкам я так себе тогда зрозумел, что отбывается некая громадянская уже война в Киеве. Когда улады начинаются массово, как тогда мне сдавалось, простую, колькой с разной непроверенной информации, начинается уже громадянская война, операция антитеррористичная супер своего народа. Я себе подумал, что я не маю терять собою особисто морального права заставаться дома на канапе, когда Михайс поехал и там поклав свою жизнь. Плюс я неодноразово бачил белорусские национальные белочервенные-белые стяги на Майдане на каждом з вида оттуда. Тому я собрал речи и уже первым автобусом поехал в блок вокзала. Далее Гомель, про Гомель на автобусе у Чернигов, и уже в вечере, в 10-й године, в 7-й вечере я был в Киеве. И долучился до организации «Правый сектор». Потому что я взаимно отсосил еще в украинцах, в таких социальных сетках, как Facebook, как «Контакт». Зразумел, что я хочу, что я маю ожидание долучиться до этой организации, потому что она была новостворенная, с патриотичной молодой, которая, как я вижу, с оправдой ожидает изменений. Не некая политическая структура, которая уже в политике 20 лет, как это была партией Юлия Тимошенко или других. А новая сила политическая, с переважной молодой. Поэтому мне это стало близким, и я долучился до ее. Потом уже, когда закончился Майдан, и уцек Янукович в Крым, в Крым, в Россию, началась операция «Бойковая российская пасахопа Крыма». Тогда нам сказали, что из 18 хлопцев из организации, которые представлены на Майдане, будут созданы доброхотницкие батальоны, для того, чтобы позволять Крым. И я зрозумел, что был на этот час несколько месяцев, прежде чем до плеча, взмогался на Майдане, на баррикадах, с украинцами и хлопцами, побратимыми из организации. И я зрозумел, что я уже не смогу зараз поехать домой, как я планировал, а остаюсь тут, чтобы вместе с хлопцами понять российскую агрессию тут. Про Крым, правда, говорят, что я это понял, потому что я давно смотрел и интересовал, интересовался, интересовался подеями на боку, в области России и о ее имперских амбиций. Я хорошо помню еще от 1995 года президента Ичкерии потому что, когда летят, не спинят Россию, дальше будет Грузия, дальше будет Крым. И в Крыму я еще, он так разочаровал, будет большая война, и я держу Россию в зубах. Война осталась, как мы уже позднее договорились, что были планы у организации в том, что я был на тот час уже не по вызволению Крыма, а по вызволению Усхода. Вот это уже на первое место стал Усход Украина, Донбасс. Прежде чем мы продолжим, я не сказала, я всех прошу подписаться на канал, мы оставляем ссылку на YouTube-канал, на Telegram-канал, партизан, который, собственно, Ян ведет со своими соратниками. Ян, вот вопрос русского мира. Вы же были очень молоды тогда. Безумовно. Сколько, сколько? 21. 21. Откуда такое понимание? Ну, разумение, это у меня еще произошло вельми из маленького взрослого, как бы это дивно бы для кого-то сейчас и не учало, но про падение, про другую чеченскую войну, я еще глядел на относно сегодня, независимого на той часу НТВ. Начало 2000-х, а я уже малым хлопцем, которому не маю там 10 лет, глядел разумстатом про те подзеи, интересно, что сам читал, я разумел, что эти подзеи бываются на территории на той часу независимой Ичкерии, яка я сама захотела и заявила про суверенитет, який брали народного президента. генерал-майор, если я не помню, он был уже туда советских войсков, генерала-майора, и то, что там происходило, это происходило, настоящая война, когда там... Ну, какие красивые, после этого уже 2008 год, я бачил подзеи в Грузии, как происходило, бачил уже интернет, был интервью таких самых представников украинцев, украинских сил, УНСО, которые сказали про то, что мы сейчас тут, с Грузией, потому что лучше бороться сейчас тут, с оккупантом нашим, почему уже потом эта война приедет в Украину, и уже за моими спинами там будут хаты моих свояков. А где еще мало кто саправды Цверос заценивал планы Кремля и воволе строительство недоимперии, которое сегодня отбывается, которое уже только слепые не бачить того, что отбывается. Отбудование СРСР 2.0. Ну, так. Только слепой. Я, когда полтора года назад уезжала, мне кажется, что не так много людей это понимали. Нажали так, я имею в виду дома. Так безумолно. Да. Что касается Беларуси, вы же принимали участие в я так понимаю, в протестном движении задолго до того, как уехали. Так. Воволе вельми цикаво почался мой политичный свой, мой особистый политичный громадский шлях, активность политичной громадской в Беларуси. Воволе я памятаю той час, когда мне было, но я не это был 96-й год, 99-й год. 99-й год уже памятаю, мне было полных 6 годов, мы сидели к телевизору, и сейчас я все транслировали по державному телебачену акции протеста, суп-противладов. И, как тогда памятаю, это было на Нямизе, когда погнали ОМОН, и мы сидели с мамой на телевизоре, и она сказала, я, моя сестра старшая, она 3 года за меня, мать, и мы глядели телебачене, как могчима убачить там тату. Тату весь час принимал активную уделу в сих организациях, и он был сабором БНФ, когда не помиляюсь, нават, был одним с Чольцова правосоюза БНФ на своем заводе, имя Ленина, там, где сегодня клуб Казари сдается, называется. Вот. И тому весь час я слухал тату, как он рассказывал про выборы первые, которые отбывались, он был у компании из-за Казари Позняка, которого я сегодня поважаю за тую працу, которую он делал в 80-х, и 90-х. Вот. И я слухал, поэтому учился. У меня был живый приклад, мой активный активный участие в 80-х, 90-х, в целом, 90-х. Поэтому я вот заходящий из этого, из информации, которую он мне рассказывал, выховывался вот в таком русле. в 2007-м годе я собиста в свои 15-е год принял дел у акции. Не помню, это был марш за свободу, но я таково помню, что мы шли с Абрамом, шла колонна за стягами рух за свободу, как я уже тогда видел, активно на западеями 2006-го года, уже я там работал свои первые, выказывал думки, что Казурин не поддавает свои расшучности, Беринькевич, не, вы 13-е годы. И бачу, идут люди с цягами рух за свободу. Я даю их с питанием своим, ой, мы хотим до вас долучиться, до вашей организации, как до вас можно подрапить. А вы из какого района? Мы из Руча. Ну, Микита Лихавит иди, он за Руча, он отказывает працю с активистами за Руча, давайте до его. Мы познайомились, Микита Лихавита, он еще был никому неведомый, позднее, в 2010-м годе, он станет неведомым всем беларусам про присут, который он отримал за дел в площади 2016-го. За три года он был активистом Руху за свободу, по Руча, и мы контактовали, когда были парламентские выборы в 2008-м, мы активно понимали распространение листовок, для нас было нечем, ну, сябром, нечем таким, чтобы мы доконулись до политического процесса, чтобы мы не разумели свой вплыв на идеи, что бывает, это было значимым для нас. сября я не веду и такого года, я активно так скажем, тримался поруч с Рухом за свободу с офисом, Рухом за свободу, не так давно побачил в Киеве Артема Ляву, он как журналист и вельми старый сябр Рухом за свободу, он меня узгадал, узгадал какие события, узгадал, как я приходил малым подлетком, неполноводовым, уже зараз листовок агитационного материала, вот, и после уже в делу площадь 2010, где я принимал дел со своими сябрами, я уже на той час был заузятором одного из футбольных клубов Минских, и вместе со своими дядями принимал делу площадь 2010, после уже 2011 год мне стало 18 в 2011 годе, я тады пачал отримливать свои первые сутки, решта первые сотни, решта первые затримания, в той час я прославился тем, что потреблял на камеры мы с хлопцами однодумцами, которые познакомились на хвалю, революция про социальные сетки называлась, CSS, и мы объединялись с таким колом однодумцев, что нужно не просто принимать дел, маукливая, а намагаться ратовать от людей штатским, от затримания, ратовать активистов, которые выходят на улицу. И мы как раз пославились с тем, что 3-го липня есть знакомые видео, где пытаются отбивать людей от других ОМОНовцев, и успехов. Тогда Микита Лиховиц садил в тюрьме после президента в 10-м годе, я помню, мать его так само потрапила, как я уже говорил на видео. И он прекратился. В моменты, когда намагались здесь оборонить отбить, оттянуть с рук ОМАПУЦОВ, как мы тогда все разумели, когда были ОМАПУЦОВ, бо я живу прозву лицу от них. Так сталося, что я живу в районе, где часть ОМОНа, того самого Минского, который из всех это известных начинок с 60-го года, находится в улице от меня. Я ездил в транспорте с их семьями. Некоторые меня познавали, до вересня 2011 года, мне в вересне 2018 года стало 18, до вересня меня каждую акцию затримливали, просто три годины отпускали, того, я уже их добро всех говорил, кто затримал, и витался с ними, пытался, какие их дела, как их жены, когда мы ехали вместе в автобусе, что я не нервовала. Уже с вересня начинаюшуюся, в кастричнику я отримал свои первые сотни. Ну и далее вот таки был притяг, вот коротко, моя биография про того, как я ехал из Беларуси в 16-м годе. А есть тоска по родине? А, безумовно есть. Вы же не можете приехать, как и я сейчас, так? Да, коллеги, это все часово. Да, я не был 8-й год, например, великий жаль, потому что я поехал великий молодой с Ростя, все кола мое, с кем я, ну, все мои знакомства, все мои сабры, семья, однодумцы, сабры, заузятары, яки я, все кола моего, все красивое кола, так, оно осталось в Беларуси и все новое свое знакомство, некие связи между ЗМИ, организациями, я уже, да, все снова как это у меня не отбывалось в Украине. Но, в этом смысле мне вельми допомогла война, бо лепшого места для того, как найти справедливых людей, тяжко придумать. Вот, благодаря войне, я сегодня больше сотни справедливых собрал побратимов, даже больше, чем собрал, это уже побратимство, ну, людей. поэтому, в этом плане мне немного легче. Если бы я просто приехал как политический эмигрант, и просто тут начинал бы снова живое, цивильное, цивильное некое праце, там, хата, то максимум мне было бы складание. Спасибо мою активность, спасибо, что именно это дело в революции, после войны, у меня вельми верить шмак знаемств по всей краине. Поэтому в этом плане мне легче. Что стосуется суббезумств. Как долго вы воевали, Ян? Перебилы? Я воевал с начатка 2014 года с весны, с 11 травня 2014 года по весну 2017 года. Тобок три года у меня боевых дженей. Плюс окремя этого, уже в мирных городах Украины я в качестве инструктора занимался с молодцем как огневой подрывковкой, так и медицей. Время суббезумств я успел отримать виды парамедика санинструктора за протоколом оказания первой медицей допомоги марч. Это протокол оказания допомоги, за которым працуют двойски НАТО. И уже в этой обеде я выкладал молодцы и даже на минулом тыдне в школах Киева я проводил открытые уроки для детей, для школяров старейших классов. Расповедал им интересные для их вопроса о боевых действиях. И рассказал основные и необходимые даже в цивильном жизни, мирном жизни навыки заказания первой медицей допомоги. Когда начались процессы в Беларуси? Как вы к ним отнеслись? Как их увидели? В каком свете? Первое, что относится меня и беларусов наших по вратиму в Украине и нашего вставления в Беларуси, то мы и даже так отремяем все разом Беларуси, которые воевали в складе тактичной группы Беларусь. Все с большим и даже так отремяем. незалежно от дальнейшего дела в войне и мирной жизни держали совесть и готовились и различали между собой максимумы сценарии. Но никто из нас не различал на то, что настолько масштабно и настолько глобально будут отбываться процессы сопротивов системе. мы различивали на не что будет что подобное на 2015 год. Ну, что будет отбываться что подобное на 2015 год. мы были сделаны тем, как в первые дни находились те, кто брал на себе смелость и отказность взять руки коктейль молотого, как супредстоять тому безглуздому насильству, которое было сбоку силовых структур. Но это герои безумовно. Мы не разлишвали, что знают герои в Менску, которые смогут и давать баррикады, и оказывать допомогу, и хавать в квартирах. Беларуси безумовно герои в эти дни были. Мне было очень, как и собрал нашим, очень тяжко отразумение, что мы зарастут в Украине, когда там это происходит. Но этот разум и взгляд на эти события давал нам понимание, что нужно как минимум ждать этот день, чтобы понять интенсивность событий, которые начались. В первую ночь после выборов. И в принципе то, что подальше, какие были у нас различия, они исправились. Превеликий жаль. Глобальный процесс, то, мы различовали, что это может перерастись в нечто больше глобальное. Национальное освободительное движение некое, да? Ну, по идее, как минимум, как в Украине. То, что это активное силовое сопростояние гвалту с боку в Украине может перерастись в некий движение, как это было в Украине. И мы безусловно готовились наше прибытие в Беларусь. Треба разуметь, что есть межа с Украиной. Треба разуметь, что уже 8, а мальше год, 7 год на этот час, на час выборов уже были Беларуси сформированы своей группой, которые принимали в дело боевых деяний с опытом боевым. И, безусловно, власти утемлику и опасались того, что мы можем взять некую роль в протесте або в уголе означались. Я скажу до того, что пересекать межу с Беларусью было вельми рискованно и мы на это пошли в том случае, когда уже произошел некий протестный рух в Беларуси. Силовый. Вот. Но, как случилось, нужно на это позитивно сказать революцией. не я, и они закончились удалой революцией. Я лишу, что это был первый крок до настоящей революции, и при наступной мягчимости, при наступных... При наступных... А к невозможностям каком-то? Ну вот так, да. Супадение разных фастфакторов, которые упали как раз на жилье 2020 года, я лишу, что уже белорусы так просто не скончат протестным рухом, протестным маршем, безбройным протестом. Я упоминен, что... Так, я упоминен, что вот те подеи, какие отбелись, они сумны и безумовны, бо есть ахвяры в плане керования, в плане меты. Мета не была досягнута, яка оставилась перед революцией. Есть ахвяры, и в целом можно было бы сказать зараз тое, что белорусы проиграли. Но мне кажется, тут нужно смотреть на эту строку из другого пункта, на эту идею. Яны спадевания большинства не справились, но я упоминен тем, что большинство белорусов уже сегодня готовы до сбройного сопростояния и отказу силой на гвал. И это отбудется при наступном сопадении мягчимостей. Вот так, я бы это сказал. У меня вопрос. Вот для меня еще, помимо вот этой безумности, я поняла, что ничего не будет на число 12-13 июля, о, августа, пардон. Ну, то есть у меня тоже было ощущение некоторое, да, первые дни, наверное, где-то даже ближе 13-14, когда разошлись. И ведь нас же от Майдана украинского, к сожалению, отличает не только вот эта беззубость, да, неумение себя защитить, а и отсутствие вот этого выбора цивилизационного, который Майдан ставил. Да, это, кстати, может быть одной из причин. То есть часть людей не выходила против системы как таковой, а выходила против персоналий, не связывая это с глубоко там с русским миром, не воспринимая Лукашенко как вассала Путина, да, как единую систему. То есть вот это желание поменять что-то, исключить, действительно в тюремной камере, не разрушив, собственно, всю стену, не понимая, что это есть единое целое, да. Вот мне кажется, в этом тоже некая проблема. Есть ли даже большая проблема? Я не знаю, насколько стоит доверять запросам, которые есть, но когда я слышу, что до сих пор самый популярный оппозиционный политик Бабарико, мне становится, мягко говоря, очень грустно. Так вот, я это подвожу к вопросу. Если, я понимаю, что работала пропагандистская система, я понимаю, что национальные силы забивались, да, что у них не было возможности расцвести, что не было тех денег, которые вкладываются в России, там неважно, вкладываются в пропаганду там про москальскую и прочее. Я думаю, что есть несколько на самом деле реальных блогеров, которые говорят правду, и они никак не поддерживаются. Это небольшой органический трафик, и, собственно, других сил и возможностей нет. Так вот, вопрос долго задаю. Есть ли у вас ощущение, что... Я согласна, что это естественный исторический факт. Есть ли ощущение, что эти события все-таки подвинут нас к национально-освободительному движению рас, реальному, с цивилизационным выбором против Восточной империи? И родятся ли у нас новые лидеры? Реальные, нормальные лидеры? Безумовно. Я хочу вам отказать вельми на это питание. Во-первых, я хочу зауважить то, что я удельничал у революции в Украине, и, в принципе, есть некие параллели, которые мы можем провести между этими подзеями. Первый, кто взял на себе отказанность за роль лидеров, это были Яценюк, Тернебок, Кличко и Тимошенко. Эти люди, которые уже были не первый год в политике, которые смотрели на эти события больше, как на... Я их не цикавил так выник, как сам процесс, как он делал в этом процессе. Потому что это как частка их карьеры. Они это смотрели. Я не знаю, какие в уголе они выникли, там, ставили эти... Там же далее. Но их пассивность в день была такая самая, как у лидеров на начале... Я скажу коротко, что... Я вижу проблему в том, что лидеры не готовы были взять на себе отказанность, на... Закликать народ до... Супростояния к этому гвалту. Потому что... Воскресенье было... Было ожидание взять удел... У... Там... У революции. Но... Ставить некие выники этой революции... Некую мыту... И ее достигать... Напевно, не было понимания. Проблема в том, что... Большинство белорусов на той час добирали тем людям, кто взял на себе отказанность лидеров. Вот. Это треба уличивать. А что причиной является? Яна, что причиной? 27 лет отсутствия... Политического... Ну, точно нет причин. Так. И это вот им лико. Весь час все... Некие политические, активные люди, которые брали на себе отказанность... И брали на себе... Разумение лидеров... Вот и выступали в якости лидеров... Народных... Национальных от оппозиции. И они все поддавались... Там... Переследу... Прессингу... Шмак, кто был... Двумышлено уехать. Все памятали про... Зниклых в 90-е... Годы политиков. Там у всех это факторы. Вот. Плюс еще шмак інших. Но вот, что я сказал про Украину... То в первый час... Никто... Ну... Так само лидеры там шли на перемогу с Улатами. На перемогу с Януковичем. После... Забойства домовлялись... Первых... Негаян и Жизневского... Домовлялись про перемоги. Про перемирие. И вот тогда люди... С большого... Украинцы, которые уже имели на тот момент... Досвид одной революции... Али она была по факту безбройной. Тобак там не было таких... Массовых суперстояния с охверами. Як это было в 16-м году. Яны украинцы, уже маючи досвид... Одинной революции. Уже разумели, что исти на некие перемоги... С теми, кто забивает, немогчимо. Заявился в той час... Лидер, який взял на себе отказанность... За силовое суперстояние. Это был я. И он з'явился в процессе... Когда все обзывали провокаторами людей. Когда я еще приехал в студию... Тогда еще кричали на активистов... Кто брал... Кто держал маски... Кто брал в руки... Так само некие палецы... Або каменья... И отказ на... Гвал с боку... Беркуту... ТВВ-шников... И они отказывали силой. Их образовали провокаторами. Позднее эти люди стали героями. До этого процесса... Не была готова Беларусь. Бо это вообще первые такие массовые выступы. Когда они организованы... За дозволом Улада... Три годины идти... Центром города. А после всего... У вас час... Треба вам разыходиться. То есть... В упадок... Когда люди смогли сами выйти... Не знаю, что по 90-х... И 2006-го года... Когда я пошел... Нечто там подобное отбывалось... В 2006-м... Когда была справа пошла... То... За такие периоды часа... Первая... Такая... Активность... С боку людей... Первый... Такий выход... Выступ... Супрачу Ладов. И... Тому... Чекать, как бы это закончилось позитивно... Ну... Безможно все шекали... Но шансы маленькие. И я уже уверен... Что при наступных вариантах... Развития событий... Ну... Сегодня... По факту... Тихановская и ее штаб... Как мы видим... Все больше и больше... Губляя... Потримки... Потримки... С боку людей. Потому что, когда мы видели... Как выходили люди... Якие... Ну... Нехай уже будет она... И она уже... Ей потребляет большее... Большость белорусов... Ей потребляли... У якости лидера... Який... Заможил взять на себе отказность... Президента... Який скажет... Что я... Перемогла... И... Я буду... Отстойвать... Перемогу людей... Якие... За меня дали голос... У всема... Махчими... Сродками... Вот... К тому... Заявятся новые лидеры... Безумовно... Коли... Заявятся уже... Коли... У поветры... Будет витать... Разумение силового... Выращения питания... Заявятся лидеры... Який возьмет на себе отказность... Новый... И... Будет... Соправды... Уже... Не... То... Что мы видели... У... Женевне 20-го... Больше массово... И больше... Агрессивно... Все этой ненавистью... Да ты... Кто... Забивал... Калечиво... Беларусь... 20-му... Так... Яна... У меня последний вопрос... Такой... Ну... Тут тяжело выступать правительством... В той ситуации... Которая есть... Да... Но мы сегодня стояли на потере... На пороге потери независимости... Мы видим эти процессы... Как они происходят... Как вам кажется... Произойдет ли все-таки... Вот прямо сейчас... В ближайшей перспективе... Аннексия Беларуси... И... Когда оно будет... Это окно возможностей... Если это произойдет... Или не произойдет... Но скажем так... Есть ли ответ на этот вопрос... Вообще... Я скажу... Только... Наше разумение... Про той ситуации... Какая есть... Люди... Не что тут... Показать тяжко... В уголе... В уголе... Пришнем с того... Что в Беларуси... Залежность... От России... Я сейчас 90... Это как? Фактичной... Незалежности... У нас снимал уже давно... Есть юридичная... Незалежность... И то... Элементы... Да... Так... Элементы... Незалежности... У нас нет... Вот... Она только есть... Юридичная... Короче... Безусловно... В ближайшие годы... Сегодня мы видим... Процесс с мигрантами... Той самым... Який... Ну... Дает понимание... Что... Это не самостоятельная... Лукашенко... Как минимум... Она поддерживается... Кремлем... И за ее дозволом... А как максимум... Как я особо лично... Это делается специально... Лукашенко... Скажет сценарий... Каким ему треба зараз... Дейничать... И каже Россия... И это... Таким чином... Яна его... Почтовхает... На дворота... Зворачивает заходы... Лукашенко... Весь сейчас грает... По межзахадам... И России... В последние годы... Перед выборами... Вот мы памятаем... В последние часы... Коли... И нафту мы закупали... У Америки... И в Литву закупали... Весь сейчас... Лукашенко... Намагается... Вот... Сидеть помеж двух стульев... И вось зараз... Мы видим тое... Что Россия просто... Его... Стягнула... За шпирку... За... Со стула России... И... Зараз ему просто... Не остается ничего... Как... Заховать свою... Безпеку... Заховать... Ну хотя бы некий... Уплыв... И быть в безопасности... Усим тым... Усему тому колу... Людей... Что его... Что працует... З ним... Одинный выход... Это войти... У склад России... Доброходным... Там... Тое... Чего Россия... Домагается... В последние годы... Тое... Что будет... Вот... Я еще... Сказал про это... В 2014 году... Что мы... У... Залежности... От России... Что Лукашенко... Тремается... Дякуючи Путину... Дякуючи Кермлю... Одинное... Что я бачу... Зараз для нас... Максимая... И неважливо... Бо... В ближайшие... Там... Год-два-три... Беларусь официйно... Дэй Юра... Станет часткой... Федераций... В Синистане... Незалежно от этого... Я собесно... Лишу... Что Беларусам... Треба различовать... Сколько на одинное... Треба... Заразуметь... Что Россия... Готово... Росия... Готово... Яка я ще прагне... Отбудаваць... Сабе... Отвояваць... Захапіць... Большу територію... И... Безумовно... Беларусь... Увыходзець... У зону уплыга... Росея... Нам... Треба... Рабіць... Усё... Деля таго... Каб... Росія была знищена... У тым формаці... У яким... Яна існуе зараз... Я вельмість... Падзаюць... На тое... Що... Имперська амбиція... І... Памылки... У планованні... Палітики... Знешній... Пагубець Путіна... І... Вогли Кремль... І... Росія... У тым выгляде... Які мене і зараз... У... У выгляде... Федерацій... Не будзі існувать... І вось тады... Клі... У Росія будзі своє праблемы... І она будзі... І она будзі палыхаць... Знутры... Як минимум... Кавказ будзі весь палыхаць у війнах... У той час... Беларусов... Будзі... Шанец... Забыця... Без свободу... Ад... У той системы... Скинулиць Милукашенку... А зруйнаваць... Усю тую систему... Якая будзі давалася... 26 год... І вось тады... У нас... Будзі... Шанец... Забыць свободу... Я на гэта... Я у гэта вельні веру... У гэта вельність падзіюць... Разлішую над гэта... Усю будзе Беларусь... А Москва... Павіна... 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 Цілком згодна... Я... Спасиба огромне... Да... Але... Я бы хацел... Я бы хацел... Яшэ... Якбы... Падкрэцліць... Што я кажу... Празнішчэння Расія... У тым выглядзі... Як імэна... Я не маю... Нічого супра... Тых... Демократычных... Організацій... І... Тых... Людзей... Які разумеюць, што... Окупація Крыма... Окупація Донбаса... Гэта... Справа Расія... Гэта... Той, што єссоромом... Для свободних... Вольных людей... В Расія... І тіхто... Ожідає себе... Жить у вольной... Расія... Без... Без... Будавання імпері... Будавання федерацій... Без... Путінській світу... Я їх цілком підтримлюю... У їх боротьбі... Делитесь этим видео... Подписывайтесь... Обязательно... На канал Партизан... Ютуб і Телеграм... У нас в описанні на Телеграм-каналу буде... Ссылка... Ян... Мне правда было очень приятно поговорить... Спасибо огромное... Мне так само... Учимся говорить правду вместе... Живе Беларусь... Слава Україні... Живе вечно... Героям слава... Героям слава... Героям слава... Героям слава... Героям слава... Героям слава...